5 тысяч барнаульских школьников в этом году смогут отдохнуть в муниципальных загородных лагерях. При этом стоимость путевок увеличилась на 3% и составляет 16 тысяч рублей. Кому из родителей положены компенсации, сколько они составят, как получить поддержку и как выбрать лагерь, чтобы никаких ЧП на отдыхе не случилось. Отдыхать было интересно. Сегодня эти вопросы адресуем заместителю председателя комитета по образованию города Барнаула Ларисе Терновой. Здравствуйте. Добрый день. Вот по мне 16 тысяч многовато. Вот из чего складывается эта сумма? Да, действительно, повышение в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в 2019 году произошло на 500 рублей. Основные расходы составляет прежде всего организация шестиразового питания, проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение канцелярских принадлежностей, оплата труда, хозяйственные нужды. Поэтому перечень достаточно широк. А если у мамы не один, двое, трое детей одновременно не едут в лагерь, какая есть компенсация за это? То, что касается мер государственной поддержки, действительно, дополнительно, многодетные родители, которые направляют в оздоровительные лагеря трех и более детей, получают меру государственной поддержки и средств краевого бюджета на третьего и каждого последующего в размере 14400. То есть, по сути, ребенок едет в третий бесплатно, при условии, что трое детей едут в один лагерь в один момент? Да. Только тогда мы можем получить вот... Едут в лагеря Алтайского края. Они могут быть разные? Могут быть. Ну, одним летом? Кто еще может рассчитывать на какую-либо поддержку, на льготу? В 2019 году меры государственной поддержки и средств краевого бюджета может получить каждый гражданин Алтайского края, который имеет детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях Алтайского края в размере 6000 рублей. Также дополнительно все работники бюджетной сферы получают меру государственной поддержки в размере 4200 рублей. Как все эти льготы получить? Какие-то необходимые документы дополнительные собрать? Совершенно верно. Перечень документов размещен на сайте Центра каникулы, Центра оздоровления и отдыха каникулы. Вот если я не ошибаюсь, в этом году немного изменился механизм подачи заявления, оформления путевки. Что изменилось конкретно? Действительно, в настоящее время создана единая краевая автоматизированная система, целью которой является прежде всего мониторинг заявок на предоставление мер государственной поддержки. И также контроль за реализацией путевок в режиме реального времени. Сейчас заявку на получение меры государственной поддержки можно получить путем заполнения заявки в электронной форме на сайте 22каникулы.ру. Любой родитель это может сделать как самостоятельно. Если в случае отсутствия каких-то гаджетов, он может обратиться в любой офис загородного лагеря, который он выбирает, где сотрудник поможет ему заполнить данную форму в электронном формате. Необходимо отметить, что заявочная кампания на предоставление мер государственной поддержки в 2019 году проходит в определенный период с 1 февраля по 31 марта. Именно в этот указанный срок необходимо оформить заявку и пройти процедуру регистрации на сайте, который я только что назвала 22каникулы.ру. Что необходимо сделать? Первый шаг. Прежде всего нужно зайти на сайт и подать заявку. В этот же день на адрес указанной электронной почты заявитель получает уведомление с номером заявки. Далее в 30-дневный срок необходимо в офис загородного лагеря подать заявление и пакет документов, о котором мы с вами уже говорили. Перечень его находится на сайте Центра отдыха и оздоровления «Каникулы». Далее для чего подается пакет документов? Для того, чтобы был заключен договор на оказание услуги по организации летней занятости ребенка, летнего отдыха ребенка. Далее в течение 10 дней родители должны внести оплату, часть родительской доли за путевку. И если в течение 40 дней родители не оформили договор и не внесли оплату, то, к сожалению, заявка может быть аннулирована. И поэтому для получения меры государственной поддержки будет необходимо вновь проходить процедуру регистрации. Если все же до 31 марта документы не подал, не собрал? К сожалению, срок указан с 1 февраля по 31 марта. Это необходимо сделать. И вот это принципиальное отличие от предыдущих лет. Да. Указан четкий период, когда можно оформить заявку и пройти процедуру регистрации. Поэтому единая автоматизированная система как раз и позволяет вести мониторинг количества заявок, которые подают граждане Алтайского края. Всем ли детям места в лагерях хватит? Бывает такое, что приходит отказ? Действительно, в настоящее время у нас есть ряд, если мы говорим о муниципальных лагерях, то есть ряд лагерей, где на каждую смену путевки очень быстро, наверное, к счастью, очень быстро расходятся. В частности, это лагерь «Медвежонок» муниципальный, это лагерь «Сосничок». Сегодня уже есть путевки только на четвертую смену. И в том, и в другом лагере. Во все остальные муниципальные лагеря сегодня еще заявочная кампания идет. Хорошо, дайте тогда несколько советов, если уж не тот лагерь, о котором вы только что говорили, видимо, он очень хорош. Как выбрать лагерь так, чтобы отдых ребенку запомнился надолго, никаких ЧП, по большому счету, там не было? На территории Алтайского края порядка 60 оздоровительных лагерей, и все они входят в региональный реестр, который размещается на сайте Министерства образования и науки Алтайского края. Для того, чтобы выбрать тот лагерь, о котором вы сейчас сказали, конечно же, родителю прежде всего необходимо зайти на сайт, найти реестр и проверить, есть ли в этом реестре тот лагерь, который родители выбирают для своего ребенка. Что гарантировано, если лагерь находится в реестре? Это значит, что данный лагерь участвовал в приемке готовности лагеря к летней смене, и, естественно, у данного лагеря есть акт готовности, который подписан всеми членами межведомственной комиссии. Это значит, что есть все заключения, которые гарантируют безопасное пребывание ребенка на территории лагеря. Но, как вы и сказали, действительно, лагерь должен быть не только безопасным, но еще и интересным. Поэтому, то, что касается муниципальных лагерей, ежегодно программы становятся все более разнообразными, все более интересными. Если, опять же, зайти на сайт Центра каникулы, то по каждому лагерю можно посмотреть, какие программы реализуются на территории лагерей. В этом году есть определенные новинки. Так пройдет две профильных смены, которых не было ранее до этого. Первая смена называется «Профсоюз». Она проходит совместно с Краевым союзом профсоюзных организаций. И вторая смена, сегодня об этом очень много говорят, это российское движение школьников. Поэтому впервые мы проводим уже в муниципальном лагере вот такую профильную смену. Очень пользуется популярностью профильная математическая смена, которую мы проводим совместно с Алтайским государственным университетом. Надо отметить, что в муниципальных лагерях очень большое количество программ, которые направлены на патриотическое воспитание. И чаще всего данные программы реализуются совместно с курсантами Барнаульского юридического института, с Всероссийской общественной организацией «Боевое братство», с военно-патриотическими клубами. Ну и вообще, если говорить о палитре программ дополнительного образования, которые у нас в муниципальных оздоровительных лагерях реализуются, она очень разнообразна. И сегодня каждый родитель и каждый ребенок действительно может найти то, что хочется, что интересно, что действительно принесет какую-то пользу и результат. Спасибо за эту интересную и полезную беседу. Всего доброго. Ну а я напомню, что это было интервью с Ларисой Терновой, заместителем председателя Комитета по образованию города Барнаула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова